Прямо сейчас состоится главный бой турнира. В синюю угол клетки приглашается боец из Минска. Встречайте, Ордём Бачун! Итак, главный поединок сегодняшнего турнира – Артём Бачун против Артёма Семёнова. Ждём появления Артёма. Начал он свою карьеру в 2017 году, но тогда выступал по любителям. У него достаточно неплохой рекорд там. Четыре победы, три поражения. Затем дебютировал в «Профессионалах» в 2019 году. У него была серия из четырёх побед подряд. Последний свой поединок провёл с Владиславом Безобразовым и одержал победу. Было это в мае 2020-го. Здорово очень контролирует дистанцию, работает великолепно ногами. В партере чувствует себя не очень, правда, уверенно, но компенсирует это работой в стойке. Посмотрим, как сложится для него сегодняшний бой. Тем более, что соперник также любит работать в стойке, поэтому, я думаю, что должна получиться очень-очень мощная рубка двух так называемых страйкеров, ударников. Хотя, возможно, кто-то из бойцов решит изменить свой геймплан и попытаться побороться. Таким образом, удивив своего оппонента. Мы благодарим за поддержку нашего генерального партнёра энергетический напиток «Горилла Энерджи». «Горилла Энерджи» – дайте шума! А в красный угол клетки приглашается его соперник из города Тосна. Всем известный Артём Семёнов! Встречайте! И соперником станет Артём Семёнов, боец, который только в 2020 году дебютировал. Правда, дебютировал очень здорово. Три победы подряд, две из них с Абмишином, где провёл он треугольник. Затем была у него схватка с Хабибулло Азизовым, где дисквалифицировали Артёма. После этого победа над Фирузом Назаралиевым на ММА серии 19. Также треугольником выиграл. И проиграл Хабибулло Азизову решением единогласным на ММА серии 23. Представляет он город Тосна, клуб Тосна ММА. Неплохо работает старым номером. Особо старается в партер не лезть. Но парирует атаки оппонентов весьма неплохо, которые хотят перевести его в партер. На спине здорово набрасывают треугольники. Дамы и господа, приглашаю вашему вниманию главный бой вечера. Это турнир Горилла ММА серии 27. Время новых героев. В синем углу клетки боец из Минска. Его рост 174 сантиметра, его вес 66,3 килограмма. Ему 22 года. В его активе 4 победы. Ни одного поражения представляет клуб Феникс Тим, клуб Гридин Джим. Встречайте, Артем Бачун! Его соперник в красном углу клетки представляет город Тосно. Его рост 178 сантиметров, его вес 66,3 килограмма. Ему 19 лет. Представляет команду Тосно ММА. В его активе 4 победы, 2 поражения. Встречайте, Артем Семенов! Дамы и господа, наступает время новых героев. Рефери в клетке Евгений Ли. Бойцы на середину. Помним про правила, слушаем мои команды, беремся честно. Пожали руки по углам. Итак, Артем Бачун, Беларусь. Синие перчатки, Артем Семенов, Россия, красные перчатки. Главный бой сегодняшнего вечера. Смотрим. Поединок начинается. Занимает Артем Семенов центр. Хорошая атака от Артема Бачуна по корпусу. И тут же перевод на голову. Встречает Семенов. Обмен лоукиками. Попытка достать боковым ударом со стороны Артема Бачуна. Размашистый оверхенд. Тут же попытка достать справа по корпусу фронткик. Семенов промахивается. Снова сближается Артем Бачун. Подхват ноги. Попытка перевода. Удачно. Бойцы оказываются на конвасе. Семенов снизу. Ну и вот мы видим, что все-таки ударник Артем Бачун решил попытаться побороться с Артемом Семеновым. Пока лишь работает на удержание. И вот излюбленный прием Артема Семенова. Треугольник, который он пытается сейчас набросить с подключением локтя. Подбивает, подбивает вторую ногу. Подготавливает почву для того, чтобы зайти на этот прием. Артем Семенов. Ну, удастся или нет? Три минуты. Еще много времени. Но рефери, рефери поединок прерывает. Поднимая бойцов в стойку. Продолжается бой. Фронткик от Артема Бачуна. И тут же идет вперед он снова. И Семенов попытался достать хорошей атакой справа. Снова обмен. Миддл-кик от Артема Семенова. И перевод в партер от Бачуна. Сверху. Атаки. Неплохо, неплохо работает по корпусу сейчас. Артем Бачун. Удерживает соперника. Артем Семенов пока вынужден держать оппонента в этом положении, чтобы не пропустить больше и более опасный мощный удар. Но при этом проигрывает Семенов сейчас драгоценное время. Снова по корпусу от Артема Бачуна. Полторы минуты до конца первого раунда. Бачун снова бьет в голову с переводом. Еще одна атака. Ну и по статистике мы видим, что перебивает он своего оппонента. Еще одна атака слева. И мы видим, чем отвечает сейчас Семенов с подключением локтя. Но пока статистика говорит нам о том, что Бачун ведет в этом поединке. По крайней мере, первый раунд забирает себе. Ничего пока не получилось сделать у Семенова в первом раунде. К большому сожалению, Артем Бачун забирает этот отрезок себе в актив. Я думаю, что Семенову во втором раунде следует постараться остаться в стойке и работать там. Потому что в партере у него определенно проблемы. Семенову во втором раунде следует. Второй раунд поединок возобновляется. И снова Бачун идет вперед, перебивая Артема Семенова. Семенов занимает центр. Хайкик от представителя Белоруссии. Поджимает сейчас Семенов. Пропускает, правда, проход. И снова Артем Бачун оказывается сверху в партере, а Семенов пытается набросить треугольник. Неплохо получилось забросить одну ногу. Занимает позицию сейчас Артем Бачун. Но это пока не боковой контроль. Но очень близко к этому. И вот, посмотрите, берет в захват сейчас Артем Семенов соперника. Пытается провести удушающий. Но это оказалось лишь трата энергии. Забирается снова Артем Бачун в гард. Пытается пробить голову с переводом на корпус. Пытается быть активным в этом положении, чтобы рефери не принял решение поднять в стойку. И снова с корпуса на голову. Ну а Артем Семенов, в свою очередь, не оставляет попыток провести треугольник. Удар по корпусу от Артема Бачуна. Снова с переводом в голову. Еще одна атака. Снова корпус, голова. Артем Бачун понимает, в чем его преимущество над соперником. И делает именно то, что необходимо для победы. Еще несколько ударов от Артема. Сверху. Продолжает нагружать Артем Бачун своего оппонента. Локти плюс обработка корпуса. Снова подключает Семенов локти снизу. Корпус, голова вновь от Артема Бачуна. И очередная попытка выйти на треугольник со стороны Артема Семенова. Неудачно. Поднимается Бачун на ноги. И попадает, когда Артем Семенов тоже стремительно поднялся. Отдает руку. Вновь перевод последовал. Со стороны Артема Бачуна. Минута до конца второго раунда. Полностью контролирует ход боя представитель Белоруссии. 30 секунд до конца. У Артема Семенова пока не получается действовать снизу в партере. Все полностью контролирует Артем Бачун. Еще несколько ударов. Пришлись точно в цели. Вот есть сейчас хороший момент провести треугольник. Но вторую ногу нужно изменить позицию. Но правда там уже и времени немного осталось. Итак, Артем Семенов не сумел дожать, к большому сожалению, для его фанатов. Смотрим еще раз повтор лучших моментов второго раунда, который остался также за белорусским спортсменом. Продолжение следует... Продолжение следует... Третий раунд. Поединок возобновился. И мы видим, что вновь Артем Бачун исповедует ту же тактику. Но правда уже был вынужден защищаться от проходов со стороны Артема Семенова. Тем не менее, борьба продолжается у нас в клетке. И вот Семенов нагружает коленом корпус. Несколько раз хорошо попал. Обмен. В таком тайском больше стиле. Коленями по корпусу. Удерживает захват и вот сейчас попытался, выйдя из клинча, провести удар с колена в голову, но не получилось. У Артема Семенова. Теперь он уже пытается перевести в партер Артема Бачуна. Растягивает. Представитель Белоруссии. И выходит из захвата. Здорово сейчас. Семенов. Бросок. Сверху оказывается сейчас Артем Бачун. Пытается подняться сейчас Артем Семенов. За счет сетки удается. Но тут же подсечку выполняет Артем Бачун и переводит вновь в партер. Ну и собственно мы видим ровно то же самое, что было у нас во втором и первом раундах, когда Артем Бачун занял контроль сверху и планомерно пробивал по корпусу и переводил на голову. Менее двух минут до конца третьего раунда. Поднимается Артем Бачун. Наносит удар. Еще один. Ну и Артем Семенов просто ничего не может с этим поделать. Ему нужно попытаться подняться, оттолкнуть соперника от себя. Но мы видим, что Артем предпочитает надеяться и уповать на треугольник, хотя вот в данном положении сейчас его просто невозможно исполнить. Рефери уже сделал замечание, что нужно активнее работать в партере. Снова Артем Бачун обрабатывает голову, отталкивает Семенов от себя соперника. Еще одна атака. Пытается пробраться Бачун в гард. Ну а тем временем Артем Семенов пытается набросить треугольник. И у него получается это сделать. Так. Ну пока, пока мы не видим в этом положении, чтобы была возможность провести удушающий прием. Пока позиция неудачная для этого. А тем временем 10 секунд до конца. Вряд ли уже что-то изменится. Все. Поединок завершен. Ну вот это уже не спортивное поведение со стороны бойцов. Ну что ж, Артем Бачун одерживает победу. В каждом раунде он сумел перевести соперника на канвас, там его контролировать, работать сверху. У него все получилось. Дамы и господа, в главном поединке Горилла ММА Сириес 27, время новых героев, победу единогласным решением судейства одержал Артем Бачун! 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА